Всем привет! Декабрь, 30-й, завтра Новый Год, завтра 31-е число. А это значит, что по традиции пришло время подводить итоги года. Каждый делает это по-своему. Про Владимир вот уже 6 лет мы это делаем. Есть такая своеобразная премия. Когда-то мы ее вручали на их клубах, на площадках. Но вот уже второй год мы это делаем в нашей уютной студии, чтобы никого не отвлекать ни от предновогодних торжеств. Без блэкджека рекорд-оркестра. Да, ни от нарезания салатиков. На самом деле, конечно, это действие произошло на прошлой неделе. Сегодня мы уже отдыхаем, мы вам здесь кажемся, но тем не менее будем продолжить разговаривать. о том важном, интересном, странном, нелепом и очень хорошем, что случилось в Владимирской области за прошлый год. Это версия про итогов 2019 по мнению нашей редакции. Вся редакция участвовала в подготовке документа, который лежит сейчас передо мной, и копия лежит перед Дмитрием. И примите это как нашу позицию. Вы можете с ней соглашаться, можете не соглашаться. Валерий Михайлович, как вы отнеситесь к этому с юмором? Отнеситесь к этому с юмором, пишите в комментариях, согласны вы или не согласны. Может быть, мы что-то забыли, может быть, мы что-то посчитали неважным. Нам интересно, что вы об этом думаете. Ну что, поехали? Да. С наступающим вас. Новым молодым, дорогие россияне. Я надеюсь, что это вырежут. Ну что ж, по традиции начинаем мы с хорошего, и в хорошем, по традиции, начинаем мы с открытия года. А потом начнется типичный про Владимир, когда все в говне, конечно. Итак, в открытии года мы обсуждали три. У нас в каждой категории по три претендента. По три претендента, шорт-лист, и это открытие памятника Ивану Грозному в Александрове. Наконец-то. Наконец-то, о котором говорили все, кому не лень уже много-много лет. Его уже открывали, запустили, потом убрали через час, потом увезли, а теперь, наконец-то, опять привезли. Опять привезли, теперь он стоит, и официально Иван Грозный вернулся в Александровскую Слободу. Сейчас какой-то исторический экскурс на полчаса устроим, мы не обойдемся. Нет, обойдемся, я думаю, что все понимают, к чему это. Вот. А выставка «Аут», которая прошла во Владимире, тоже считаем открытием, потому что для Владимира это было смело, это обсуждалось, были православные активисты, как вот все мы любим, все было. То есть такой налет столичности на Владимир налетел. Это было необычно, неделя необычная, действительно. Да, и очень полярно мнения разошлись, то есть город обсуждал, область обсуждала, журналисты обсуждали, а православные активисты осуждали. И обход Бараков, известная история, благострой. Сколько устроился обход? Ну, еще при Орловой начинали. Да, начался при Орловой, потратили огромное количество денег, запустили позже, чем позже обещанного срока. Владимир Сипягин, губернатор косплея Владимира Путина президента, сел за руль КамАЗа, то есть все было... Жители Бараков, собственно, отрезали потом от существования, как оказалось, они без автобусов остались. Да, есть, конечно, проблема с тем, что с автобусным сообщением... Ну, а вообще проблема в регионе, но тем не менее, это и разгрузки трассы, которая ведет к Судогде, к Гусю Хрустальному, к Мурому. Этого ждали давно, и бараки всегда были очень узким местом. И там были пробки постоянные, там были... Особенно если какая-нибудь авария или ремонт, что-то еще. И вот мы решили, что открытием года стал обход Бараков. Да. Открытие обхода Бараков. Запуск. Пусть и такое смешное, как устроил его Владимир Сипягин. Значит, следующая рубрика, ребята, это на прорыв года. Прорывало в этом году очень много. А кого-то даже бомбило. А кого-то даже порвало. Да-да-да. У нас, как обычно, три номинанта. Один из них, это даже сразу два человека, потому что прорыв года, это то, что Сипягин все-таки согласовал хотя бы двух своих заместителей. Один, правда, уже того? Этого. Этого, да, уехал. Но тем не менее, в общем, прорыв года, номинация, что Владимир Сипягин все-таки согласовал замов. Двух. Да, двух. Дальше. Это личная история про Владимира, про то, как нашего бывшего сотрудника Кирилла Васильева остановили розгвардейца, попросили представиться, попросили телефон у него проверить, есть ли там телеграмм у него и вообще, что у него на телефоне. Кирилл, к счастью, у Васильев отказался. И самая главная история, которую мы, собственно, и даем прорыв года, это то, что теперь, вот с этого года, наконец-то, во Владимире можно общественным транспортом пользоваться, не носить наличку и платить банковской карточкой. Лично я каждый день так и делаю. Приехал сегодня именно вот так заплатил. Кстати, по акции виза 19 рублей на троллейбусе, а не 23. В общем, я теперь еще экономлю с этой карточкой. Так что именно это, ребята, прорыв года. Это была главная интеграция с брендом Лиза, такая аккуратная от Дмитрия. Ну, на самом деле, прорыв, потому что, слушай, ну, Владимир шагнул в 21 век, да, и Владимир вместе с ним. Осталось еще сделать так, чтобы принимали платежи с Android Pay и Apple Pay, и вообще будет замечательно. Нет, еще чтобы была гибкая скидочная система, что ты, как вот эти карты тройки и так далее работаешь, что ты там покупаешь ее и платишь дешевле. Почему, собственно, что тебя заставляет платить ненавидичку? Я открою маленький секрет. На будущий год ведутся переговоры о том, что можно было проезд оплачивать бонусами спасибо. Вот это жизнь. Тогда вообще бесплатный проезд практически будет. Вот, да. А это была рекламная интеграция Сбербанка от Алексея. Поехали дальше. Следующая номинация. Это достаточно традиционная. Я знаю, что ее многие ждут. Это Организация года. И каждый год мы очень долго обсуждаем о том, какая организация на самом деле была самой заметной, самой яркой, самой важной в жизни наших читателей, нашей аудитории, нашей редакции, наших журналистов. Но в этом году никаких споров в редакции по этому поводу не было. И здесь не будет трех номинантов. Мы не будем долго к этому всему подводить, потому что Организация года, по мнению нашей редакции, стала Владимирская станция скорой помощи. Потому что то, что делают люди, работающие там, это героизм. Мы не побоимся этого слова. Вы все помните наше замечательное интервью в этой студии с ее сотрудниками. И все проблемы, о которых они рассказывают, с которыми они сталкиваются, несмотря на которые, все равно заступают на смену и спасают жизнь и здоровье владимирцам. И я думаю, что даже дальше продолжать не имеет смысла. Это по-настоящему героизм и Организация года заслуженно эта грамота уходит в станцию скорой помощи. Да? Я сейчас загрустил. А что ты загрустил? Они просто спасли человека при мне на этой неделе. На этой, которая та. Так надо радоваться, а не грустить. Да. Следующая номинация «Возвращение года». Здесь были достаточно оживленные дискуссии в редакции. У нас, значит, как обычно, три номинанта. Среди них это возвращение собственного помещения для Союза журналистов Владимирской области. Как известно, Александр Карпилович год назад дал нам в интервью обещание, что Союз журналистов изродится. И частично это обещание выполнил. Действительно, появилось новое помещение, новое здание в центре Владимира, его отдали Союз журналистов. Там начали проводить какие-то пресс-конференции, какие-то мастер-классы, еще что-то и так далее. Пока это не очень ярко, не очень публично, как ни странно. Но Александр Ардулевич обещает, что будет интереснее, живее. Будем наблюдать, как говорится. Далее. Но мы ждем все торжественного открытия и освещения этого помещения. Но он, как обычно, ленточек не режет. Ну, понятно. Еще более радостное событие для кого-то, это то, что возвращением года могло бы стать возвращение из мест не столь отдаленных Александра Филиппова, известного предпринимателя. Который отъехал туда при Орловой, а когда Орлова ушла из региона, он вернулся, собственно говоря, в мир свободных людей. Как казалось, не так уж много к нему претензий было, когда нет политической воли некой. Но, тем не менее, возвращением года мы в редакции после обсуждения посчитали возвращение леса в сельском поселении Филипповском в Киржайском районе к государству. И теперь на этой территории, если это решение стоит все-таки, они смогут возвести огромный мусорный полигон, куда бы свозился мусор, как мы подозреваем, из Москвы. Мы надеемся, что не смогут этого сделать по прежней схеме. Да, и для этого придется изобретать как минимум новую схему, а на это нужно время и новый ресурс. Да, и каким-то образом надо еще будет убедить местных жителей, которые прямо героически стоят за свою территорию. Причем не просто митингуют, они в судах доказывают. Они работают в судах, они работают с избирателями, они избираются в органы власти. И прямо там настоящая серьезная работа идет. И я очень надеюсь, что вот эта точка, которая была поставлена судом по возврату этого леса, она будет точкой в истории с попыткой захламить филипповское мусор московский. Ну, не только московский. Неожиданная номинация в фестиваль года. Неожиданная, потому что никогда такого не было. В нашей практике мы никогда не отмечали фестивали. Я сам, честно говоря, не большой поклонник, не большой любитель. Но, тем не менее, владимирцы, вы, наши читатели, зрители, как выяснилось, в фестивале любите, на них ходите. И в этом году их было много. Был Добросамин, он не очень музыкальный фестиваль. Был Блюзбайкфест, насколько я помню, в Суздале. Да, вот это ежегодное мероприятие, которое важно, и здорово, что оно продолжается. Туда съезжаются люди не только из Владимира, не только из Владимира, но и приезжают из других регионов на байках, встречают начало летнего сезона, отдыхают. И Суздальцев, Владимирцев радуют. Хорошая музыка и ревом моторов. Но фестивалем года наша редакция посчитала вернувшийся. Казалось бы, уже не быть и я, Владимирский тяжеловоз, который прошел в ужасную погоду, под дождем собрал 4,5 тысячи людей, которые месили грязь, толкали машины с ОМОНом. ОМОН толкал свои машины там в этой грязи. Вообще были замечательные фотографии. Но, тем не менее, народу это настроение не испортило. Была музыка, музыки было много. И очень надеемся, что вернулся фестиваль, задержится у Владимира и будет каждый год радоваться. Самое смешное, что параллельно проходил юбилей Владимирской области на Театральной площади. Там было 5 раз меньше народу. Как не больше, как не меньше. Так что вот, фестиваль года, Владимирский тяжеловоз. Мои поздравления, наши поздравления. Переходим дальше. Грустная, грустная рубрика почти что под названием «Закрытие года». Но тоже важная события. Здесь мы тоже накопали несколько вариантов. Самое очевидное было закрытие отмены экономического форума, который был Орловский и который Сипягин посчитал ненужным. А также не можем не вспомнить такое грустное событие, как ликвидация первого, единственного и уже никакого несуществующего Владимирского кота-кафе, где можно было прийти покормить котят, посидеть. Там вот эта мечта 40-летней женщины. Не только 40-летней. И самое главное, можно было забрать потом понравившегося котенка себе. Но, тем не менее, самым важным закрытием года в редакции про Владимира в этом году посчитали закрытие левых поворотов на Пекинку, поскольку это история, которая затрагивает практически каждого жителя города. Пусть власти делают вид, что они там что-то отстояли, где-то какие-то повороты все-таки не запретили, но это выглядит как история, что мы сейчас у вас выклюем два глаза, потом один вернем, и вы будете счастливы. Да, и эта история, к сожалению, будет длиться еще долго, потому что есть такая тенденция в Росавтодоре делать вот такое со своими трассами. И все это нас потихонечку подводит к тому, что все-таки будет построена трасса М12, а трасса, которая бесплатная, вот эта Пекинка известная, М7, будет становиться все более и более неудобной, чтобы люди пользовались новой платной трассой. То есть закрытие левых поворотов – это начало этого процесса. Поэтому мы посчитали это очень важным, да. Следующее. Неожиданное. Или неожиданное. А нет, у нас же было раньше такое. Не было такое. Не помню, не было. Расследование года. Вы знаете, про Владимир вообще специализируется на расследованиях. Мы это делать умеем, любим, и с самого начала своего существования. Особенно на фоне того, что их никто практически больше не делает. Да, на фоне того, что их почти больше никто не делает. Поэтому здесь, в номинатах, есть и наша работа. Но, тем не менее, мы не можем ее отметить, потому что она важна не только для нас, для редакции про Владимира, но и для региона в целом. Потому что, как правило, наши расследования в итоге выливаются в какую-то реальность. Да, и вот мы отмечали расследование по землям совхоза «Вышка». Мы по-настоящему взяли кучу выписок и сделали карту, кому что, какая земля там принадлежит. Это касается застройки, планируемой застройки вот этого лугопарка, как он, «Дружба» называется. И это расследование сделало понятнее всю диспозицию сил, где есть земли одного крупного собственника Мельникова и аффилированных с ним компаний, куда не пускают застройщиков. Есть земли другого крупного собственника, по-моему, Шишинин, и связанных с ним компаний, куда пускают застройщиков. И стала диспозиция, понятно, что на самом деле... Администрация города, там, Андрей Шохин, Шишинин, которые связаны друг с другом, и, с другой стороны, Мельников, и у них между ними есть давний конфликт. И вот нашим читателям, да и многим другим, стала более понятна вся эта история. Это то, что писал я про мышекликабельные миллионы Бацана Харченко. Это закупка у аффилированной компании «Концерна Гранит», вот этой информационной системы области, которые нам пока показывают в виде какой-то анимации, но и изнутри администрации города, и в области идет информация, что там пока ничего не готово, ничего не сделано. Просто приехали ребята, втыкали флешки, поставили каких-то программулинок. Но самым интересным расследованием мы посчитали все-таки не свою работу, о расследовании наших коллег из сайта, информационного агентства, сайта, из Томикса. Говоря проще, когда они во своем материале выяснили, что в митингах против Владимира Осипягина участвуют сотрудники мэрии города Владимира, и это было очень интересно сделано, то есть это было сделано на уровне, ребята реально проанализировали какое-то количество видео. Подтвердили фотографиями. Нашли этих людей, подтвердили фотографиями, и это вызвало немало лозов, интересы со стороны, и с нашей стороны. Самое весело было в нашем чатике, как обычно. Было очень весело в нашем чатике, все это обсуждали, и это напомнило, конечно, о том, как сотрудники других администраций региона митинговали у нас здесь перед окнами, и перед окнами того же Томикса. А когда, это был какой-то год, 15-й или 16-й год, когда приезжал Касьянов, они изображали себя нодовцев. То есть вообще традиция вот того периода продолжается, и теперь сотрудники администрации города участвуют в митингах против губернатора. Ну, сама модель расследования нам показалась очень интересной. Коллеги, молодцы, гордимся. Да, теперь целый блок, посвященный конкретным персонажам. Непростая была история в этом году с политикой в регионе, и довольно сложно было определиться с тем, кто же на самом деле является главным политиком, по нашей, по крайней мере, версии. Было много вариантов. Я, например, лично очень сильно топил за Ивана Павловича Алтухова, депутат законодательного собрания, потому что это человек, который имеет свою точку зрения. Его нет в нашей тройке, но я не могу не сказать просто. Просто не могу не сказать. Ну, просто Дима пользуется положением. Он специально подгадал, чтобы он читал эту номинацию. Именно для того, чтобы упомянуть Алтухова в этом замечательном... На самом деле, там Алексей два подряд прочитал, и сам мне предоставил эту возможность. В общем, человек отстаивает интересы своей целой фракции, человек последовательно выступает на всех заседаниях законодательного собрания, имеет свое мнение по многим вопросам и всегда открыт для журналистов и даже был на одном из наших стримов, как вы помните. Так что я считаю, что это заслуживает как минимум номинации на все-таки сильного политика в Владимирской области. Но, тем не менее, в тройке у нас есть в этом году Роман Кавинов. Это тоже коллега Алтухова. Это вице-спикер законодательного собрания от «Единой России», поскольку в этом году Роман Валерьевич очень много отдувался за Владимира Киселева, когда Владимир Киселев отсутствовал на заседаниях или даже выходил во время заседаний. И Кавинов продолжал вести заседания, спорил с оппозицией. И вот эти все последние скандальные заседания, там как минимум одно из них, когда фракции ЛДПР и КПРФ покинули зал, как раз в тот момент это заседание вел Кавинов, а Киселев куда-то ушел. А потом Роман пришел к нам в чатик в Телеграме. Да, Роман Валерьевич отстаивает позицию «Единой России» в нашем чатике, делает это... Официальный представитель. Да-да-да. Делает это вежливо, спокойно, аккуратно и последовательно. И систематично, что самое главное. Далее. Кандидат наш такой, уходящий кандидат, который мы не можем... Уходящая натура. Уходящая натура, да, которую мы не можем напоследок не отметить. Это глава города Владимира Ольга Александдеева, это человек, который уходит и вместе с которым целая должность ликвидируется. Потому что, как известно, на новых выборах у нас будет только представитель горсовета и главы города, как такового не будет, будет глава администрации города мэра, которым... Посмотрим, кто будет. Так что Ольга Деева, она последняя глава города Владимира. Ну, в нынешней конфигурации. В нынешней конфигурации, да. Но, тем не менее, не ее мы выбрали победителем, потому что победителем мы выбрали человека, который, пусть и без оговорок, но победил на прямых всенародных выборах мэра города, мэра округа Муром Евгения Евгеньевича Рычкова, который набрал 80%, а это такой прям уже даже не путинский результат, а выше. Конечно, там не было каких-то сильных оппонентов и кандидатов, но, тем не менее, формально вот так есть, что человек одержал такую крепкую, уверенную победу, и будем ждать его на одном из наших стримов в следующем году. Просто мы уверены, что политикам можно с уверенностью называть только тех людей, только тех активистов политических, которые проходят через выборы. Потому что все эти назначенцы, это скорее чиновники, чем политики. А вот Евгений Рычков, конечно же, один из немногих оставшихся в области по-настоящему, настоящий политик, к которому можно это слово применять без всяких обиняков. Надеюсь, что в будущем году, учитывая, что нас ждут выборы в Владимирский горсовет, возможно, нас ждут выборы губернатора осенью. Время инсайдов. Появятся и другие политики. И шорт-лист будет более насыщен в следующем году наш. Ребята, номинации «Некоммерческий проект года» во Владимире у нас было не так много номинантов в этом году. И мы, конечно, не можем не вспомнить про все те прекрасные проекты, которые делали ребята со Стрелецкой. Это «Ресторанный день» и многое другое. Кто проходил у нас в дворе буквально. Да-да-да, вот здесь вот через открытое окошко видно даже граффити, которое Валя Иваки нарисовала. Но, тем не менее, в этом году «Некоммерческим проектом года» мы решили признать первый Владимирский урбанистический форум, который прошел в гастромаркете. Вот это «Рынок на стадионной горе». В общем, в течение целого дня там собирались всевозможные урбанисты, не побоюсь этого слова, активисты. Чиновники. Чиновники, да. Приехал Аркадий Гершман, он там был главной звездой. Приехали туда. Ситменджер Шохин там просидел полдня. Приехал даже Михаил Колков с Алисой Бирюковой. Они там все посидели, постояли непонятно в каком качестве и так далее. С Ланомельникова приехала и так далее. В общем, много кто там был. Это было реально интересное событие. И вот за целый день я там встретил какое-то неимоверное количество знакомых людей. И тут там реально было очень много людей. Я там с тех пор столько ни разу и не видел. Поэтому «Некоммерческий проект года» — это первый Владимирский урбанистический форум, который организовал в первую очередь Артем Черней. Молодец, Артем. Мне достается одна из самых интересных и самых сложных номинаций. Это «Общественник года». Я как человек, который много работает со всякими общественниками, в общем, большое внимание всегда уделяю этим людям. И у нас обсуждалось несколько людей. В Шортли попала семейная пара наших коллег. Это Полина Ганцева, которая занимается защитой зеленых насаждений в городе Владимире. И конкретно это парк УДТЮ. Они занимаются... Там лавочки ставили, пытались говорить с чиновниками о том, что надо облагораживать. Сипиагна приглашали. Да-да-да, губернатор с ними там что-то делал. То есть все как бы... Ну, это то, чем должны заниматься в том числе общественники. Дмитрий Артюк с его активизмом по поисковой деятельности работает не только и не столько на территории Владимирской области, сколько выезжает, но приезжает и рассказывает об этой своей деятельности. И вообще, то есть я уже много лет наблюдаю за ним, и видно, что человек не тухнет, человек горит, человеку это интересно. Особенно это важно вот накануне следующего года, когда у нас будет очередной момент, когда все вдруг вспомнят о войне, о победе, о 75-летии. Да, будет юбилей, походят с флагами и транспарантами и опять забудут. А такие активисты, как Дмитрий Артюк, помнят об этом всегда и делают, и закрывают страницу за страницей, занимаясь вот этой поисковой деятельностью. Но с гордостью могу сказать, что наша редакция единогласно признала общественником года Ивана Ростовского, нашего бывшего коллегу, который оставил работу в нашей редакции и решил больше времени удивлять активизму, общественной работе, политической деятельности, потому что на будущий год, я надеюсь, он будет избираться и успешно изберется в городской совет народных депутатов в городе Владимире. Ну и вообще, что его постигнет удача на том сложном пути, который он избрал, потому что он занимается не столько политикой, как и привычной, но и занимается экологией, экологической деятельностью. Он защищает зеленые сожжения, в частности, парк Дружба от застройки. Иван мало того, что защищал и писал об этом, устраивал акции, и был координатором, и говорил с властью, собирал подписи, он еще и придумал название Лугопарка Дружба, которого никогда нигде не существовало, и теперь этим названием оперируют. И мэрия города Владимира, и администрация области, и дирекция природных территорий, особо охраняемых в Владимире. Не было никакого Лугопарка, Ваня взял его, придумал, и он появился, и теперь это общее, об этом все знают. Мне это напомнило историю, как мы придумали Спаский холм, которого никогда в Владимире не было, а теперь все... Спаский холм спасли. Да, тоже знают их и любят. Так что, Иван, мы гордимся. Удачи тебе на новой стезе. Следующая номинация – это предприниматель года. Здесь мы тоже немножко поспорили. У нас было достаточно кандидатов, и в шорт-листе в итоге нас остались три человека. Как полагается, это... Здесь у нас ребята самого разного, на самом деле, объема по финансам, я так понимаю. В тройке оказались Василий Перцов. Это известный Владимирский застройщик, депутат горсовета, руководитель компании «Новый мир плюс». Человек, который в этом году построил... Достроил, как говорится, пару успешных проектов. Я лично живу сейчас... Снимаю квартиру в том доме, который построил Василий Перцов. Что забавно. Также в тройку попал Артем Силонов. Он был на одном из наших недавних стримов. Мы с ним разговаривали про то, как устроены добрые булки. Это сеть пекарен. Во Владимире самая большая, самая широкая, самая известная. Это человек, который в этом году вместе со своими коллегами открыл первый во Владимире ресторан честных цен по чесноку. И победителем в ранге предпринимателей года, по нашей версии, становится Дмитрий Осипов. Это тоже известный предприниматель. Он также депутат горсовета. Одни депутаты горсовета. Вот такой созыв. Будущий и настоящий. За что Дмитрий Осипов у нас победил? Расскажи. В первую очередь, конечно, мы отметили не только и не столько бизнес-успехи Дмитрия Осипова, как предпринимателя, хотя... Хотя декларацию мы видели. Да, мы видели декларацию. Там все отлично, все замечательно. Видно, что человек умеет работать с бизнесом, умеет работать с деньгами, умеет увеличивать их. Но дело даже не в этом. Дмитрий Осипов пытается и успешно пытается помогать не только себе зарабатывать деньги, но и тем людям, которые работают с ним в партнерстве, которые являются его арендаторами или перспективными арендаторами. Он выступает бизнес-ангелом, он занимается образованием предпринимателя во Владимире, он пытается увеличивать их потенциал через различные программы и собственные проекты. Это очень нетипичный подход к бизнесу, но тем не менее он замечательно, здоровский. Я видел такой подход в Европе, я видел такой подход в Штатах. И вообще, конечно, такими вещами должны заниматься всякие бизнес-сообщества, но в отсутствие активных бизнес-сообществ, все они в чиновнике подались у нас, вот господин Осипов заполняет эту нишу и делает это очень успешно. Действие культуры и искусства года... Женская рубрика. Женская рубрика в этом году. У культуры и искусства у Владимира, несмотря на Артема Маркина и всех остальных, все-таки в этом году более женское лицо. Не могу не отметить, что в среде номинантов была упомянута нами в шорт-листе Светлана Мельникова, директор Владимир Суцкого музея-заповедника, и с особой радостью не могу не отметить, что она не стала деятелем культуры и искусства года по версии нашей редакции. Как не стала и... Как не стала и Алиса Бирюкова, но ее мы отметили не за активность даже в этом периоде, ее активность была снижена, а за некоторую устойчивость, потому что... Умение выживать. Она выжила в конфликте с Светлановичем Куновым и фактически пересидела ее в Белом доме и осталась руководить Владимирской культурой, несмотря ни на что, и несмотря на все поползновения со стороны разных недоброжелателей. В этом, конечно, ей помогли не только ее собственные таланты, но и деятели культуры из-за пределов региона, которые там и Мацуев, и Андрианов написали, и многие другие написали там в Фейсбуке о том, что они не поддерживают решение об ее отставке, и, конечно, администрация Сипягина дала задний ход, а в конце концов, такое нельзя не отметить. Но мы все-таки решили, что деятелем культуры и искусства года по версии нашей редакции будет в этом году признана Анастасия Вавилова. Дмитрий, расскажи. Анастасия Вавилова как раз тот самый человек, который придумал, организовал и полностью реализовал ту самую выставку АУТ про те самые кошелечки, о которых мы говорили в самом начале наших проитогов, выставку в торговых рядах этого современного искусства, эпатажного, провокационного, интересного. Да, лично я туда так и не сходил. Но мы написали очень много текстов про это. Это было реально зажигательно, как мы уже говорили. Это было реально целая неделя, когда там что-то происходило. Сегодня там постояли с пикетом, завтра там привели перформансы внутри, потом кто-то закидал краской их снаружи. Вывиск, да. То есть пускай через провокацию, пускай через какие-то неоднозначные инсталляции, которые были на этой выставке, но госпожа Вавилова заставила говорить о культуре и искусстве весь регион, побоюсь этого слова, какое-то длительное время, там, пара недель. И это, конечно, заслуживает нашего внимания и, я думаю, вашего внимания тоже, уважаемые читатели. Спасибо, что расшевелило болотце. Твоя любимая категория, Дмитрий. Да. И рад, что мы по очереди просто с Алексеем стараемся зачитывать. Я рад, что эта номинация попалась мне. Это фраза года. В общем, здесь у нас было больше всего, конечно, вариантов. Трудно было сказать. Да, владимирские чиновники, депутаты, активисты и так далее любят ляпнуть какую-нибудь хрень. Вот любят. У них этого не отнять. Спасибо им за это огромное. А то нам бы было совсем скучно. Да, у нас было почти две страницы вкусненького. Но мы самое-самое-самое. Да, выбрали три. Как вы помните, был скандал с питанием школьников. И в частности, директор департамента образования Ольга Александровна Беляева принесла такую фразу, что, мол, организация питания школьников – это исключительно ответственность родителей. Эта история вышла на федеральный уровень. Ольга Беляева стала очередным чиновником-людоедом по версии федеральных СМИ, которые думают только о себе и не думают о детях. Или вообще не думают. Да. Потом, естественно, Ольга Беляева попыталась оправдаться, сказать, что это вырвано из контекста и так далее. Но есть как бы видео целиковое, где она все это говорит. Там абсолютно четко понятно, что она именно это и имела в виду. Далее. Покинувшая Владимирскую область и ушедшая на пенсию Марина Чкунова в начале года прославилась также на всю страну фразой о том... Она, конечно, эта фраза была вырвана из контекста. Ее федералы использовали, супостаты злодеи использовали, раскрутили все, лишь бы насолить Сипягину. Но, тем не менее... Образ получился яркий. Да, да. И до сих пор именно так называют Марину Чкунову, которая сказала в разговоре с сотрудниками медучреждений, вы обращаетесь ко мне таким образом, будто я золотая рыбка. Говорила Марина Чкунова сотрудникам больницы полуразрушенной, которые потребовали, чтобы она все-таки отремонтировала эту больницу, чтобы они работали в нормальных условиях. Она, как известно, ей порекомендовала занавесочки поправить и так далее, чтобы как-то в порядок привести. В общем, Марина Чкунова весь этот год была с нами во Владимирской области, и весь этот год она была золотой рыбкой. Но, по мнению нашей редакции, фразой года все-таки должен был сказать губернатор. Так мы привыкли, что раньше Орлова обычно фразой года собирала. И традиция продавалась, тут тоже было непросто выбрать. Это тоже авторство господина Сипягина, у нас было несколько вариантов. Лично мне особенно приятно, что эту фразу он произнес в ответ на мой вопрос. На первой пресс-конференции, которая там в январе была почти что год назад. В общем, Владимир Сипягин, когда рассуждал там о противоборстве... Какой же там нюанс это был? Я забыл же про что. В общем, размышляя о противоборстве с мэрией Владимира, Владимир Сипягин произнес фразу, что фашисты так не поступали. Здесь, собственно, добавить и прибавить нечего. Вроде бы сами по себе слова не страшные, но в этой сумме они как-то показывают... Фактически, да, приравнял мэрию Владимира к немецким фашистским захватчикам. Это было как раз-таки про те самые дотации, которые недополучил регион от Белого дома и хотел сократить их. От хорошего и веселого мы потихоньку переходим к негативу. Собственно, к тому, ради чего вы все это видео смотрите на самом деле. Мы-то знаем. Надо было поставить на самом деле там где-то на отметочку, что включать вот именно с этого момента. Рубрика «Провал года». Здесь... В общем, дальше, ребят, мы правда мучились. Было столько всего, что мы очень тяжело и долго определялись, что же из этого было самое фееричное, самое грустное, и что должно, собственно, в этой номинации победить. В общем, в номинации «Провал года» у нас было столько всего, что мы оставили всего только три. Во-первых, это регулярно дымящиеся автобусы, которые ездят по городу Владимиру. Мэрия Владимир вместе с МЧС проводит какие-то проверки, проверяет водителей, технику, заявляет, что все хорошо, беспокоиться не надо, но уже в еженедельном режиме. А тут были какие-то 10 дней, когда аж 4 раза подряд. А автобусы Владимирские то горят, то дымятся, то еще что-то. Естественно, чаще всего это касается компании АДМ, сейчас делают тоже рекламную интеграцию, да, и Волгабасов наших любимых, хотя там исканий горят и так далее. Да, всему вину, потому что их ремонтируют на коленке. Да. Далее, такое событие, которое было прямо первые полгода длилось, это когда главным молодежником Владимирской области стал некий Александр Кожевников, совершенно случайно, да, и непонятно, как ставший. И, собственно, мы в течение полугода наблюдали за развитием событий, как он стал руководителем, а потом медленно угасал, потому что он не мог не провести ни одного мероприятия. Он провалил там, отменил студовесну, там, зорницу, еще что-то, говорил, что придет какой-то Summer Student Fest, в итоге его не провел. Вместо студенческой весны. Да, 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 вместо студовесны летний фестиваль перенес на осень, в итоге не провел ничего, и в конечном счете это закончилось тем, что под нажимом какой-то общественности, молодежи, каких-то петиций и всего остального Белый дом уволил Александра Кожевникова, который еще и полгода не присидел в должности, и поставил его вместо Алексея Виноградова из ВЛГУ. Ненастоящим сварщиком оказался Кожевников. И Кожевников сейчас, видимо, занимает какую-то очередную чиновенчую мелкую должность. Не справился, в общем, не смог. Но, тем не менее, гораздо более масштабным провалом, я думаю, что это не по версии редакции, это в целом достаточное количество людей будет считать, это Владимирская медицина, которая продолжила скатываться просто на дно, пробила дно, и оттуда постучала Марина Чекунова, которая всячески за этот год вела системную работу, в ходе которой медицина... Медицина, наверное, становилась и хуже. Да, да. А параллельно с этим чиновники от медицины тащили миллионами, десятками миллионов денег на госзакупках из бюджетных средств. И два главврача уже под следствием. Да. Это пока еще не все. Да. И сейчас рубрика, которую все очень ждали. Разочарование года. Мы всегда очень любим очаровываться, когда мы строим планы на Новый год, и вот в будущем году мы тоже начнем строить планы на год, будем чего-то ожидать. Вот когда наши ожидания не оправдываются, мы разочаровываемся. И вот тут тоже было много вариантов у нашей редакции. Все перечислять не буду, перечислили то, что попало в шорт-лист. Это, конечно, первое разочарование года, это утвержденный геймплан города Владимира. Все надеялись, что все-таки благодаря урбан-форумам, разговорам, активности городозащитников, паркозащитников, геймплан все же будет учитывать все эти моменты современные. Тем не менее, тот документ, который вышел в итоге, оказался в первую очередь документом, который защищает интересы бизнеса, крупного застройщика. Он оказался совершенно не современным. Он оказался документом, я бы сказал, из прошлого века, не учитывающим ни новой технологии, ничего. И владимирцы тоже, не только мы в этом расчаровались, очень многие. Но как-то так махнули рукой и пошли дальше. Но насадочка осталась. Ну, когда владимирцам предложили гулять где-нибудь там за ТЭЦ, когда в число зеленых наслаждений включили какую-то там территорию придомовую или территорию школ и так далее, лишь бы хоть как-то этот... Черт процент натянуть. Да, да, да. В общем, это выглядело как те самые 146%, только теперь уже шохинских. Да. Опять же, все то, что касается к городу Владимиру, мы до последнего думали, что устав не будут менять. И вот редакция решила, что это тоже разочарование года, то, что устав был поменен так оперативно и без, самое главное, без настоящего полноценного участия жителей города в обсуждении этих изменений. И снова в пользу Едино-России, естественно. Как перед каждыми выборами. А вот это выборы покажут. А вот это выборы покажут. То есть я там, в отличие от коллег, не совсем согласен с этим. Нет, формально. Формально единороссов поменяли в свою пользу, так ведь? Я считаю, что вообще, ну, как бы, то, что нет списка в политических, это хорошо. Вот. Но настоящим разочарованием года и для нас, и для меня, и для вас, я уверен, стал губернатор Владимир Сипягин. Потому что, когда он приходил, это было, год назад, это было какое-то ожидание, что он на самом деле народный губернатор, которого выбрали. Да, в пику Орловы, но тем не менее он победил на выборах. А не прошел через продавленный административный ресурс, а именно победил. И первые его шаги, и обещания, все наводило нас на мысль, что вот, наверное, Владимир Сипягин сможет стать таким заповедником от засилия партии власти, от засилия московских чиновников и варягов. Но каждым своим действием или бездействием, словом или отсутствием пресс-конференции с каждым месяцем Владимир Сипягин все больше и больше нас разочаровывал. К сожалению, вот сейчас заканчивается 2019 год, и я думаю, что мало кто может посмотреть, что главным разочарованием для Владимирской области стал именно губернатор Владимир Сипягин. Не человек, именно как губернатор. Посмотрим, что принесет нам год следующий. Ну, сейчас хоть и негатив, но все-таки немного веселенькая рубрика. В прошлом году у нас была рубрика «Камин аут года», в этом году мы решили извратиться и придумать рубрику «Хайп года». Кто, по нашей версии, хайпанул в этом году? Конечно, в тройку попали Владимирские коммунисты, Обком КПРФ, Антон Сидорко, Максим Шевченко, вот все эти ребята, которые просто пытались впихнуться, присунуть, простите, себя к любой протестной активности в Владимирской области. К месту, не к месту. Все эти ребята в красных шарфах появлялись на любой акции. Будь то мусорная тематика на Западе области, будь это какая-нибудь трасса М-12 на юге Владимирской области. То есть везде все эти ребята появлялись, громкие лозунги, заявления и полное отсутствие реальной работы, итогов и всего остального. Просто ребята хотели хайпануть. У них это получилось. Да. Надо быть честным, у них это получилось. Но недостаточно, чтобы выиграть у нас. Выборы покажут. Да, чтобы выиграть у нас недостаточно. Да. Все вы помните эту чудесную историю с Владимирским зайчиком, Владимирским мороженым «Перспектива», у которого неожиданно для многих началась агрессивная пиар-компания в Инстаграме. Там какая-то молодежь, простите, сосалась вместе с мороженым, в каких-то странных позах, в какие-то странные костюмы. В общем, все было стильно, модно и слишком молодежно. То есть тебе не понравилось? Нет. И как оказалось, в «Зао Перспектива» не в курсе были, что у них есть такая рекламная компания, когда мы им позвонили. Оказалось, в итоге всплыло, что это какие-то ребята, сами назвали себя таким вот агентством рекламным. Креативным. Креативным, да, привели эту компанию. И потом, когда они встретились, я так понимаю, с мороженщиками, компания закончилась. Потому что никому это оказалось нахрен не нужно. Но ребята сказали, зато потом пиарили, что вот они рекламный агентство полного цикла, они могут все это проводить и так далее, и так далее. В общем, молодцы хайпанули. Реально огромное количество людей бесили вот эти вот ролики в Инстаграме. Это надо уметь, да. Ну и все-таки хайпом года, я даже не знаю, для кого это был. Для всех. Для всех, окей. Хайпом для всех оказалось то, что показали все-таки журналистам резиденцию Светланы Орловой, где она жила столько лет. Попрыгали там, я вот попрыгал на кровати. И ты хайпанул, да. Я хайпанул, да, меня обвинили в том, что я... Как пьяный матрос в 17-м году. Мы были все, во-первых, да. Но я в первых рядах... Мы были трезвыми, кстати. Но пока меня наблюдало. В первых рядах, да, бросились в эту резиденцию, как варвары, как матросы, ворвавшиеся в зимний дворец, смотрели на всю эту роскошь, которая оказалась довольно сомнительной роскошью. Непонятно, что там потратили деньги. Особенно эта баня вот эта убогая. Там все убогая. Там все убогая. То есть складывалось ощущение, я напомню, кто не помнит этот текст, это видео прекрасное, что Светлана Юрьевна Орлова кто-то где-то обманул и на ней заработал денег, потому что... Возможно, сама Светлана Юрьевна. Да, возможно, сама Светлана Юрьевна, да. Потому что сколько денег туда было потрачено по закупкам и сколько там в итоге вот лежало и стояло на стенах и так далее. Посмотрите наш материал. Да. В общем, ребята, хайп года, резиденция Светлана Орлова. Показ резиденции журналистам. Дальше дело не пошло. Отель из резиденции не получилось, и до сих пор администрация области проводит там свои корпоративщики. Подходим к самому-самому финалу. Самое любимое мной – это «Глупости года». Они у нас, как всегда, первой, второй и третьей степени. Начнем с третьей степени. Не самой тяжкой, но уже симптоматичной. Но было, ребята, это номинация, где было прям вот очень много. Там вот было вот столько номинантов, и мы не знали, как все это раскидать. Реально, и куча всего, конечно, пришлось убрать и пожертвовать. Да. В итоге у нас в каждой номинации по два прецедента, один из которых – лидер. И вот «Глупость года третьей степени». Все помнят, как на фестивале создали известный пианист. Мацуев выступал, и присутствовал там губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, которому кто-то рассказал какую-то чушь. Давай я, я там был. Давай, 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 о том, что есть какие-то места у пианистов. В общем, Владимир Сипягин, как полагается, губернатор должен был выступить на фестивале «Альбоматор» с приветственным словом. Как полагается, губернатору всегда готовят какую-то речь, какой-то специально обученный человек, который в службе протокола работает. Губернатору Сипягину дали эту речь, он честно ее выучил. И в частности, когда обращался к зрителям, обращался к Мацуеву, сказал, что вот у нас Денис Мацуев, 36-й в списке пианистов всего мира. Денис Мацуев громко-громко рассмеялся. Я в тот момент смотрел вот на эти события. Потом мы это, естественно, зафиксировали, нашли на видео. Этот момент можно также посмотреть, если вы найдете у нас этот текст. Это была феерия. После этого Сипягин и Мацуев спустились вниз. Сипягин сначала что-то отшучивался, а я стоял рядом, как раз мы смотрели метров с пяти на все это, и Мацуев, Сипягин, еще кто-то там за парад. И тут Сипягин начинает выговаривать, что это как раз Алиси Бирюковой, которая, видимо, Департамент культуры предоставил протокол справку, еще что-то грозил ей, ей там чуть ли не увольнением или еще чем-то. В общем, Сипягин очень жестко обиделся, потому что он попал в дураки, но он действительно попал в дураки. В дурацкую ситуацию, да. И многие музыканты, конечно, тогда делали вот такие глаза, а мои знакомые там спрашивали, правда, правда ваш губернатор, это вот это не фейк? Нет, это не фейк. К сожалению, вот именно эта информация не фейк, а вот что там дальше, я не знаю. Но не это победило, не это смутило про Владимира в этом году. Да, про Владимира смутило в третьей степени то, что мэрия города Владимира потеряла нашу лаву. В 2015 году мэрия города объявила торжественно о том, что у них не хватает денег на благоустройство города. И давайте мы сделаем 14 конкурс на то, какая организация подарит лучшую лавочку городу. Тогда появилась лавочка на Спасском холме, где вот этот замечательный кот ученый, похожий на Андрея Александровича Шохина, ходит по цепи кругом. Тогда появилось какое-то количество лавочек во дворах, которые внутри начали управляющие компании там ставить и заявляться на участие в конкурсе, хотя это их прямая обязанность. И тогда мы коллективом решили, что у нас есть некоторый ресурс на то, чтобы создать лавочку авторскую. Там было очень хорошее дерево, ясень там был, по-моему. Ты знаешь, я единственный сотрудник редакции, который никогда не видел. Бук, там была ковка. То есть все мы поставили в сквере Чайковского, тогда еще не облагороженным, напротив памятника Петру Ильичу Чайковскому. И я много раз, проходя там, видел, как на ней отдыхают люди, идущие с рынка на Чайковского. Сидят парочки, она была широкая. Да, иногда там спали бомжи по вечерам, но бомжам тоже надо где-то спать, собственно говоря. Мы и для этого тоже городу эту лавочку дарили от чистого сердца и не взяли ни копейки денег за это. Сами устанавливали, сами заливали бетон, занимались несвойственной для себя ручной работой. Тем не менее, в этом году было благоустройство сквера на Чайковского, и несмотря на все заверения, что наша лавочка не пропадет, администрация города куда-то ее профукала. И это, конечно, нам кажется глупостью, потому что глупо сначала просить, дарить что-то городу, а потом это все терять, ломать и уничтожать. Притом у меня было несколько разговоров с Александром Крапиловичем, который обожился, что мы ее найдем. Потом они якобы спустя полгода ее все-таки нашли, но она, судя по Туну Крапиловичу, была не в лучшем состоянии. Нас попросили прислать фотографии лавочки до революционного вида, так сказать. И до благоустройства. Да, да, да. И, собственно, история эта ничем не закончилась. Мы надеемся, что после этого, мы намекаем как бы мэрии Владимиру, что после вручения глупости года у вас есть шансы справиться и все-таки за свой счет, не за счет бюджета, я подчеркну, восстановить лавочку, вернуть ее на прежнее место, если она, конечно, впишется в скверный Чайковск, а если вдруг не спит... Вы можете поставить ее около администрации города, мы будем не против. Да. Ну или мы себе заберем и поставим около редакции. Чудесная, чудесная номинация «Глупость года второй степени». Здесь тоже у нас два номинанта. Нельзя не вспомнить, опять же, нашу любимую Светлану Юрьевну Орлову, которая в этом году в должности аудитора Владимирской области раскритиковала... Аудитор счетной палаты, федеральной. Аудитор счетной палаты, федеральная. Поднизил еще губернатора. Да, да. Раскритиковала Владимирскую область за недоработки там по ряду направлений, проектов по итогам последних лет. Что смешно. Почему это глупо? Потому что Светлана Юрьевна Орлова раскритиковала саму себя за свою же работу за последние годы руководства Владимирской области. Да, в роли унтер-офицерской жены сама себя высекла. Но не это мы выбрали «Глупости года», потому что эта история такая локальная все-таки, и она для ценителей, для таких, как мы, таких, как, надеемся, вы. История, которая вышла на федеральный уровень, как очередная глупость местных чиновников, это торжественное открытие часов на вокзальном спуске. Когда спустя там сколько лет мэри восстановила эти часы, причем не на том месте, не над аркой, а в арке свисающей, при том, что видно вот этот прямоугольник другого цвета, закрашенный другим оттенком, он прямо очевиден, собрали специально, нагнали бабушек, активистов, старушек, военных нагнали из соседней военной части, провели какую-то шедевральную акцию, очередную этот копеечную. Радует только одно, что пока еще у нас не начали открывать урны и остановки бетонные. Но тем не менее Владимир, Владимирская область, попала вот эту ленту бесконечных глупостей чиновных, когда чиновники режут ленты, открывая общественные туалеты, остановки, там, столбы, все что угодно. Мы честно ждали, что когда мэрия гордилась тем, что в том самом сквере на Чайковском, о котором мы говорили после реконструкции, поставили биотуалет, мы... Мы ждали, когда Ольга Деева приедет туда резать ленточку просто. А потом на себе опробует удобство. Ну, это все ваши детские эротические фантазии. Глупость года первой степени. Вот тут, конечно, вариантов было много. Битва была ожесточенная. Только что мы, перед тем, как зашли в студию, рихтовали это все дело. И почти-почти получилось получить эту премию у областной администрации за закладку очередного памятного камня. У нас есть такая традиция. В городе у нас любят закладывать камни, на месте которых потом якобы что-то когда-то будет построено. Почти никогда на месте этих камней ничего не строится, а сами камни куда-то пропадают. Вот и камень, который был установлен около Белого дома в этом году, поразительно похож на камень, который был когда-то в Козьем парке, установлен, когда-то там тоже обещали построить какой-то благоустройство, рекреационный объект. По-моему, это речь была тогда о Ледовом дворце. Камень в честь сквери 75-летия Владимирской области. Да-да-да. Зачем там этот камень? Что он символизирует? Что там должно быть построено? Ничего не понятно. Видимо, какой-то памятник Владимирской области. Но выглядит, конечно, над гробной плитой, над пиар-усилиями об администрации. Но все-таки глупость года первой степени. И мне это очень приятно вам рассказать. Получает Владимир Суздальский музей-заповедник за его великолепную, гениальнейшую идею с введением музейного налога на изображение памятников белокаменного зодчества Владимира Исуздаля. Именно так называется объект ЮНЕСКО, чтобы вы знали. И это мировое наследие, решила Светлана Юрьевна, вернее, скорее всего, ее юродел, ей это посоветовал. Нет, не Светлана Юрьевна, она Светлана Евгеньевна. Светлана Евгеньевна, да, не путай. Да. Решила фактически приватизировать и превратить в объект получение прибыли для музея-заповедника. Понятно, что Минкульт требуется в СМЗ увеличение автономности, увеличение сбора средств. Понятно, что за счет музейной, традиционной музейной работы не получается этого делать. Потому что музей очень-очень такой нафталиновый. И вот решили, они таким образом поправили свои показатели, попробовать проводить с бизнесом. И бизнес встал на дыбы, и общественность встала на дыбы. И вот, вы видите, там есть перечеркнутый логотип в СМЗ, выполненный на лазере, который начали выпускать и бесплатно раздавать активисты, которые против этого выступали. Предприниматели начали бесплатно что-то раздавать, представьте себе. Предприниматели бесплатно раздавать. И вообще вся эта история, она дошла до Москвы, она дошла до самого последнего человека в регионе, который вообще не имеет отношения. И все начали спрашивать, а будет ли брать в СМЗ уже деньги за посты в Инстаграм с золотыми воротами и так далее. Вроде бы как-то эту историю удалось урегулировать, снизить цены. Значит, они хотели каких-то конских денег за это дело. Но все равно мы считаем, что задача музея сохранять и пропагандировать нашу историю, нашу культуру, наше наследие, а не пытаться, как барыга, срубать с этого какие-то копейки. На этом подошло к концу. Все. По поведению про итогов. Но у меня есть одна просьба к вам. Смотрите, каждый год мы это делаем и будем продолжать делать. Мы говорим о том, что было в прошлом году, и мы очень мало говорим о том, что мы хотели бы увидеть в будущем году. Собственно говоря, под этим видео на сайте про Владимира будет голосование с некоторым количеством вариантов. И я попрошу вас зайти и проголосовать о том, какие самые важные ожидания, что больше всего вы хотели бы, чтобы произошло с Владимиром, Владимирской областью в наступающем 2020 году. Тем более, что в этом году нас ждут выборы, и, возможно, тайные желания вот этого большого сообщества читателей про Владимира, которые получатся в итоге, станут указанием к действию владимирским политикам и чиновникам. С наступающим вас новым 2020 годом, дорогие владимирцы, дорогие читатели, зрители информационного агентства про Владимир. Увидимся в следующем году. Пока. Пока. Хорош. Что-то у тебя там диверсии начались. Спасибо.